друзья у нас новости которые нельзя пропустить что сейчас происходит с анастасией заворотнюк давно не было слышно новостей после разговоров о том что актриса переживает тяжелые времена связанные с раковой опухолью в головном мозге ходят слухи и об ее смерти правда ли это поклонники актрисы анастасии заворотнюк вновь и вновь интересуются ее самочувствием однако не сама актриса не ее родственники не горят желанием раскрывать подробности вот уже несколько лет знаменитость пытается справиться с тяжелой формой рака головного мозга обычно люди страдающие данным типом онкологии живут недолго актрисе была проведена серьезная терапия сделана операция в германии что безусловно продлила жизнь несмотря на такие меры о полном выздоровлении речь не идет дочь анастасии она честно говорит что смотреть на маму больно ей все хуже при этом артистка держится молодцом насколько это вообще возможно в данной ситуации на протяжении всего этого времени папарацци охотились за фотографиями заворотнюк свое время им удалось сделать снимки жанны фриске которая перенесла такое же заболевание но в случае с настей оказалось намного сложнее члены семьи оберегали ее а представителям сми не удалось подкупить медицинский персонал который ухаживал за актрисой фото так и не сделали дальше интереснее слушайте но внезапно в сети появился снимок камеры фотофиксации нарушений пдд на черно-белом снимке был запечатлен автомобиль петра чернышова мужа знаменитости за рулем сидел он сам а сбоку от него на пассажирском сидении полулежа сидела его супруга было заметно что женщина отекла это характерное явление при лечении подобных заболеваний пользователи сети сразу не поверили что на снимке запечатлена именно настя но позже дочка подтвердила данный факт буквально пару месяцев назад в сети вновь появилось фото это свежий снимок и вновь с камеры фотофиксации дорожных нарушений автомобиль петра опять попал в объектив сравнивая два снимка пользователи сети пришли к выводу что настя стало хуже за несколько месяцев она текла еще сильнее актриса по-прежнему не сидит полностью самостоятельно она ездит полулежа как сообщил источник анастасия заворотнюк сейчас не узнаваемо она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос она сейчас совсем другой человек отметил коллега звезды известно что сейчас у заворотнюк ремиссия однако передвигаться самостоятельно она может с трудом девушка часто передвигается на коляске наследница заворотнюк объяснила что мама продолжает лечение из-за тяжелых препаратов у нее пострадали сердце почки и печень она рассказала что ситуация в мире не повлияло на лечение актрисы у них нет проблем с получением нужных лекарственных препаратов слава богу нет пока ничего такого не ощутили написала она в соцсети подтвердив таким образом информацию о том что анастасия заворотнюк продолжает лечиться появляться фото располневший заворотнюк с отсутствующим взглядом по слухам она перенесла операцию на мозги но улучшение не последовало поклонники прекрасной няни не теряют надежды и верят в чудо однако по словам экспертов анастасия никогда не станет прежней шансов самого начала не было вынес неутешительный вердикт онколог владимир филимонов в интервью порталу дэйру врач не понаслышке знает что у пациентов с таким тяжелым диагнозом не наступает ремиссия при этом никто наверняка не знает сколько продлятся их мучения несколько месяцев или несколько лет но исход все равно будет один недавно дочь анастасии заворотнюк она ответила на вопрос подписчиков своего блога о том как себя чувствует ее мама на данный момент на лечение потихонечку лаконично ответила дочь актрисы в ответ пользователь соцсети пожелал анастасии заворотнюк скорейшего выздоровления и мирного неба над головой а ее дочери счастье теперь актриса проходит экспериментальную иммунную терапию разработанную специально для нее в институте онкологии имени н.н. петрова в санкт-петербурге мне наши общие заворотнюк знакомые вхожие в дом рассказали что в настоящее время состояние насти нормализовалась и остается удовлетворительным рассказал кп эстрадный режиссер анатолий демидов врачам удалось вернуть анастасии в стадию ремиссии она сейчас живет в загородном подмосковном доме в крекшине в сознании адекватно на все реагирует много времени проводит во дворе на свежем воздухе в коляске и и всегда сопровождает нанятая сиделка одну анастасии никогда не оставляют водные процедуры для нее пока под запретом мой знакомый совсем недавно видел настю говорит что она не стала с ним общаться но поздоровалась улыбнулась была в хорошем настроении даже показалось в некой эйфории возможно из-за лекарств а препараты она продолжает принимать чтобы не было болезненных ощущений родные говорят что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания но боли не такие сильные как раньше ходят слухи что актриса потеряла способность говорить сразу после новостей о том что у актрисы пропала речь врачи принялись делать категоричные заявления онколог юрий покровский в разговоре с дейру связал это с распространением опухоли он сообщил что ситуация печальная и отмерил анастасии максимум два месяца однако информация выдумана сми об этом заявила дочь актрисы она заворотнюк stories в instagram это очередной бред журналистов написала она для областома одно из худших и запаснейших онкологических заболеваний практически не оставляющих человеку шансов но заворотнюк не теряет надежды на жизнь она не отказывается от лечения и пробует все известные надежные методы терапии и это действительно так российские медики разработали для нее специальный препарат на основе ее стволовых клеток поговаривают что именно он помог артистке выйти в ремиссию ее состояние сейчас можно назвать стабильным и ни о какой смерти речи идти не может родные актрисы не комментируют ее состояние из-за этого возникает много слухов но состояние актрисы на данный момент не ухудшается а это уже хорошие новости